Фока-фока! Смаешь, как быстро сформировать насмотренность, короче. Всем привет, с вами Андрей Лишаков, арт-директор Клик. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как быстро сформировать насмотренность. Насмотренность это примерно то же самое, что и визуальный опыт. Она позволяет сразу же во время съемки не делать плохих кадров. Она позволяет очень быстро делать отборы. Она позволяет вообще избегать множества ситуаций, когда вы не понимаете, что вы делаете. И делаете вы это хорошо или плохо. Нам нужно 1-2 часа в день минимум тратить на то, чтобы формировать этот навык. Ну, то есть это примерно 700 часов в год. Где нам взять время? Мы все очень занятые люди. И у многих из нас часто бывает так, что нет возможности найти какое-то определенное время в нашем очень плотном графике. У нас всегда очень много важных дел. И мы не можем позволить себе выделить какое-то время для того, чтобы стать чуточку лучше в профессиональном плане. Кажется, какая-то херня, да? Ну, на самом деле так и есть. Когда начинаешь разговаривать с фотографами, многие так и говорят, что слушай, у меня нет времени, блин, я такой занятой чувак. Открывайте статистику использования приложений в вашем телефоне и находим там ваше бездарно потраченное время. Ой, ты знаешь, у меня много важных дел, я постоянно занят. Слушай, ну нет времени посмотреть вот это. Особенное внимание обращаем на то, сколько времени занимают ваши социальные сети. Мы отписываемся от всех невизуалов в наших социальных сетях и отписываемся от неинтересных визуалов. После чего нам нужно оставить в соцсетях трендсеттеров, создателей контента, это арт-директоры, фотографы, стилисты и так далее. Соответственно, если вы привыкли залипать в социальные сети, вам не надо будет отучаться от этого. Вам нужно будет просто залипать, но в тот контент, который вас обогащает и который определенным образом подкидывает вам какие-то визуальные образы, идеи, которых у вас не было. Дальше. Другие источники визуальных образов. Какие они могут быть, да? Первое, как я уже говорил, это соцсеть. Второе, самый классный источник, на мой взгляд, я об этом постоянно говорю, говорил и буду говорить, это Pinterest. Pinterest – это гениальная сеть, где с помощью каких-то странных алгоритмов, через несколько итераций вы смотрите чудо-контент, и каждая единица этого контента говорит, иди и сними, вот так же или круче. Потому что там невероятное количество идей, невероятное количество крутых съемок, поэтому в Пинтересте залипать 1-2 часа, пытаясь найти идеи для съемки, это прям вообще хорошо для формирования насмотренности. Какие другие источники визуальных образов могут быть? Ведь, конечно же, это Instagram. И здесь действуют абсолютно те же правила, что и я озвучивал до этого, говоря о социальных сетях. Отписывайтесь от всех невизуалов и так называемого мусорного ежедневного контента, типа я и мои друзья, я и мои подруги. Следующий источник визуальных образов – это Behance. Behance – это больше для дизайнеров, но тем не менее, если вы найдете там каких-то интересных людей, вы также можете их просматривать, также можете пинить их фотографии, складывая их в модборды для того, чтобы формировать в дальнейшем базу для ваших съемок. Я рекомендую залипать на Behance в Instagram и в любых там соцсетях и так далее, только в том случае, если это именно тот контент, который вас визуально обогащает. В результате этого серфинга вы должны получить либо модборд, либо коллекцию изображений, либо какой-то бриф на съемку, иначе это все не имеет смысла. Для самых внимательных, что будет, если 700 часов в год вы будете тренировать с насмотренностью с результатом в виде модбордов, брифов и коллекций? Тут как бы вы так потираете ручонки и говорите, о, боже мой, я прокачаю насмотренность, я стану классным, я вас огорчу. Ничего не будет, потому что результатом этой работы должна стать проведенная съемка, только окончательно в реальность воплотив какой-то проект, получив какой-то реальный опыт, а не в виде коллекций, вы что-то для себя поймете и вырастите в профессиональном плане. С вами был Андрей Лешаков, я желаю вам всем профессионального роста, формируйте свою насмотренность, подписывайтесь на мой канал и пока-пока!